Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте. Сегодня нам бы хотелось бы продолжить и закончить с голосеменными и рассказать о реликте не только среди голосеменных, но и среди вообще многих растений, о таком дереве, как гинго. Вот вы видите его на картине. Это листья гинго, да? Да, это листья гинго. Как мы видим, они отличаются достаточно высокой декоративностью по сравнению с многими голосеменными. А вообще гинго считается достаточно примитивным. Одним из самых примитивных деревьев среди вообще всех голосеменных. В Европе гинго считалось... А гинго знали только по отпечаткам непосредственно листьев в горных породах. А гинго произрастала непосредственно в Китае, начиная с XI века. Достоверно известно, что оно уже в то время было введено в культуру. В переводе гинго означает слово «серебряный плод», «серебряный абрикос», потому что вообще гинго использовалось непосредственно как плодовое дерево. И вот в 1690 году гинго попала в Европу и произвела определенный фурор, потому что до этого его считали вымершим давно деревом. И Чарльз Дарвин даже его назвал «живым реликтом». Ну, гинго, несмотря на то, что площадь, которую раньше занимала гинго, была достаточно скромной. То есть небольшую площадь в Китае, очень скромную территорию. Ранее, конечно, гинго господствовала на этой территории, но сохранилось там небольшое количество деревьев. Но благодаря человеку гинго размножилось достаточно быстро. То есть в данном случае мы можем сказать о положительном влиянии человека вместо обычного отрицательного. То есть гинго появилась во многих ботанических садах, а в Америке даже стала использоваться непосредственно для озеленения городов. А вот я знаю, что гинго используют как лекарственные средства. Да, из гинго готовят достаточно дорогие лекарственные препараты, которые обладают не только иммуномодулирующим действием, но и влияют на мозговое кровообращение, то есть могут использоваться, например, при атеросклерозе. Но иммуномодулятор тоже считается достаточно неплохой. А из чего готовят? Из листьев, наверное, да? Да. Ну, если говорить вообще о гинго, то в Европе она при попадании, скажем так, в Европу, гинго стала пользоваться достаточно большой популярностью. Появилась она практически во всех ботанических садах европейских стран. Особенно популярно оно было в Германии. Даже гинго посвятил стихотворение этому дереву. «Этот листик был с востока, В сад мой скромно занесен, И для видящего ока Тайный смысл является он». Листья гинго поэту представлялись символом дружбы. И до сих пор в музее гинго, рядом с музеем, произрастает одно из деревьев гинго. Также гинго растет у нас и в Москве, в Главном ботаническом саду. И также вот недалеко напротив Главного ботанического сада находится Институт физиологии растений, где тоже произрастает гинго. Однако в нашей стране гинго не плодоносит. Ну, в частности, в Москве связано, естественно, с температурным режимом. И, ну, прибавляет в росте он достаточно медленно, то есть где-то около двух сантиметров в год. В самые лучшие времена, ну, в самый удачный сезон он может прибавить 4 сантиметра максимум. То есть медленно растет. Да, он характеризуется достаточно медленным ростом. А вообще, листья гинго также цены за свою декоративность. И в некоторых странах его сравнивают даже с одним из таких декоративных папоротников, непосредственно листья, которые носят название «Венериный волос». Эти листья чем-то напоминают как раз вот этот папоротник. И сейчас, конечно же, он широко используется и в озеленении. Причем его также рекомендуют выращивать и в комнатной культуре, хотя он достаточно капризен. Ну, вот мы как раз на этом закончим тему голоса минной. Мы посмотрели как раз реликт. Реликт — это вид, который как бы находится в противоречии с природой. То есть, в принципе, он не должен расти, исходя из тех условий. Но вот каким-то удивительным, скажем так, способом он сохранился. И в том числе мы должны благодарить... То есть, выжил несмотря на время, да? Да, несмотря на время. И, безусловно, мы должны благодарить в том числе и европейцев, которые повсеместно размножили его в ботанических садах, тем самым как бы вдохнули вторую жизнь в гинго. Но вообще, самый старый гинго, он произрастает в Китае и имеет высоту порядка 45 метров. Ну и возраст его составляет около 2000 лет. Это надо же как интересно. И, можно сказать, раньше гинго ценился очень дорого. То есть, стоил баснословных денег. И многие, например, особенно во Франции, французские садоводы отдавали безусловные суммы, чтобы купить непосредственно это дерево. И даже вот оно было названо во Франции, как раз коррелировало с названием французской денежной единицы. Очень интересно. Давайте коснемся последнего отдела, который носит название отдел «Цветковые» или «Покрытосеменные». Отдел «Цветковые» или «Покрытосеменные». Так, и, наверное, нужно охарактеризовать этот отдел. Считается, что «Цветковые» сейчас занимают господствующие положения. Я думаю, что вы сами согласитесь. Они распространены повсеместно, обитают где только можно. И отдел «Цветковые» включает около 235 тысяч видов растений. То есть намного больше, чем любая другая группа растений. Их вегетативная структура чрезвычайно разнообразна. Сюда входят и эвкалипты, которые достигают высотой до 100 метров. И сюда же, опять-таки, входят и маленькие ряски, которые не превышают длину одного миллиметра. То есть, получается, вот, ну, сами цветковые, они делятся на два класса. То есть даже класс, например, двудольных или однодольных, он по размерам даже будет больше, например, чем непосредственно, ну, например, те же самые голосеменные по видовому разнообразию. Настолько вот громадные. Да, настолько, да, настолько их большое количество. Некоторые покрытосеменные, например, лианы, высоко забираются в полок дождевого тропического леса. Другие, например, пефиты, населяют этот полок. Многие цветковые, например, кактусы, да, приспособлены к росту в крайне засушливых условиях. Но уже более 100 миллионов лет представители этого класса господствуют по всему земному шару. Какие характерные черты, которые объединяет цветковый в один отдел? Ну, во-первых, наличие цветка. Получается, и название сам цветок дал, цветковое. Да, именно название вот непосредственно этого органа. Цветок. Что такое цветок? Цветок. Это основной генеративный орган покрытосеменных. Это видоизмененный укороченный побег с ограниченным ростом, выполняющий функцию размножения. Цветки могут быть одиночные, либо собраны в соцветия. То есть цветок, вот, он есть только у цветковых. Например, у папоротников, как бы мы ни искали в ночь под Ивана Купала, мы цветок не найдем. Нет, ну, в том-то и заключается легенда в том, что нельзя найти цветок папоротника. То есть папоротник не цветет, так что размножается папоротник с помощью спор. А голосеменные, например, они, опять-таки, у них имеются семена, но никакого цветка, естественно, нет. Цветки имеются только у покрытосеменных, у цветковых растений. Цветок прикрепляется непосредственно к стеблю с помощью так называемой цветоножки, а расширенная часть цветоножки носит название цветоложи. На цветоложи располагаются основные органы цветка. Это, например, это тычинки и пестики, то есть непосредственно участвующие в плавовом размножении. Значит, пестик состоит из завязи, в котором находятся семизачатки, состоит из рыльца. Рыльца имеет такую лавливающую поверхность, чтобы ловить пыльцу. И непосредственно завязь соединяется с рыльцем с помощью столбика. Тычинки состоят из тычиночной нити и пыльника, и в них содержится пыльца. Другие части цветка, а именно, допустим, лепестки и чашелистики, которые также располагаются на цветоложи, выполняют другие функции. Ну, например, лепестки, они защищают внутренние части цветка, те же самые тычинки и пестики, и кроме этого привлекают насекомых, ну или других опылителей. Чашелистики, они выполняют, с одной стороны, защитную функцию, а с другой стороны, они выполняют еще фотосинтезирующую, так как, ну, они окрашены в зеленый цвет, и, соответственно, у них идет фотосинтез. Строение цветка обусловлено... Разнообразие цветков обусловлено непосредственным определенным строением, и, кроме этого, различными окрасками цветков. А также... Да, ведь окраски цветков, они самые разнообразные. Да. Практически все таны цветов там присутствуют. Да, причем окраска цветов зависит еще от присутствия там определенных пигментов, которые носят название флавоноиды. Как раз именно пигменты флавоноиды и обуславливают вот разнообразием окраску цветов. Ну, кроме этого, естественно, еще и каротиноиды. Ну, об этом мы с вами говорили. Так. Ну, появление цветка способствовало развитию различных приспособлений для опыления. Перенос пыльцы может быть с помощью насекомых, птиц, рукокрылых, и он более эффективен. Так как насекомые, например, более эффективны, чем ветроопыление. Так как насекомые, например, ну, в общем-то, пособирает нектар на одном цветке и перенесет, соответственно, пыльцу на другой цветок. То есть получается более целенаправленно. Да, целенаправленно. Потому что, например, ветроопыляемые растения произведут пыльцу, но насколько попадет она на другое растение, непонятно. То есть все зависит от силы ветра, ну, от ветра самого. То есть зависимость... То есть получается, что перенос пыльцы становится более направленным. То есть точно пыльца достигнет непосредственно рельце пестика другого растения. То есть получается, у цветковых установились определенные взаимоотношения с насекомыми. Да. В основном опылителем являются насекомые. Может быть, это как раз один из тех факторов, почему вот они стали господствовать на планете. Потому что ведь мы до сих пор не знаем, как вот, скажем так, цветковые, мы считаем, что они внезапно появляются и фактически сразу занимают господствующее положение среди растений на планете. Возможно, наверное, какие-то цветковые существовали раньше, но, по крайней мере, это еще как следует... не показано. Ну, первые цветковые, безусловно, были, конечно, ветроопыляемыми, а потом они перешли уже к перекрестному опылению с помощью вот различных опылителей. Но, естественно, и у опылителей, и у цветков имеется определенное приспособление, которое способствует лучшему опылению. Ну, встречается, допустим, опылителями могут быть не только насекомые, как мы все знаем, допустим, такие как жуки, осы, пчелы, шмели, бабочки, но еще могут быть птицы опылителями, еще могут быть рукокрылыми. Вот я даже читал такую теорию, что вот, в принципе, у цветковых, у них с одной стороны сложились взаимоотношения с насекомыми, а с другой стороны с млекопитающими, которые использовали их в качестве пищи в том числе, ну, иногда и с птицами, но это уже более редкий случай, хотя тоже, в принципе, часто встречающийся. И вот одна из теорий говорит о том, что вот цветковые были ядовиты для травоядных динозавров, когда они внезапно появились, и как раз вот исчезновение, это такая оригинальная теория, исчезновение динозавров связывает как раз с появлением цветковых. Да, с появлением и распространением цветковых растений. Соответственно, то, что они вытеснили непосредственно голосеменные, да-да-да, и в том числе и так. Но какие могут быть приспособления, например, у цветков, да, к опылителю? Ну, например, бывают цветки, опыляемые жуками. Ну, для этого, в общем-то, цветки, они либо крупные, одиночные, либо собраны в соцветия. Как правило, они окрашены неярко, но испускают определенный запах. Причем запах может быть либо фруктовый, либо запах, например, не очень такой, либо запах, например, брожения. Вот, и почуяв этот непосредственный запах, на эти цветки, в общем-то, летят различные жуки. Но непосредственно, что касается, допустим, цветков, опыляемых пчелами, то они наоборот. Как правило, они ярко окрашены, но тоже либо одиночные, либо собранные в соцветия. И у них имеется очень интересное приспособление, так называемые нектарные указатели. То есть, цветок, который опыляют пчела или оса, или шмель, он достаточно сложно устроен. И чтобы пчела, пчела, где имеется нектар, имеются даже специальные указатели на самих цветках. А можно сказать, что вот обычные насекомые у нас опыляют двудольные цветковые, однодольные все-таки больше ветром опыляются. То есть, в этом смысле, двудольные как бы более эволюционно продвинутые здесь, чем однодольные. Абсолютно точно. Вот. И вот некоторые, правда, цветки, допустим, как раз из семейства орхидных, как раз это однодольные, но которые опыляются насекомыми. Вот. Они, в общем-то, превзошли в эволюционном плане все остальные семейства по своему строению цветка. Да. И очень интересно, что орхидеи из рода Офрис, они копируют самку пчелы, пчел или ос. Причем настолько сильно копируют, что самцы путают цветок с самкой. И получается следующая вещь, что когда, например, самцы влетают раньше, чем самок на две недели. Вот. И когда, значит, самцы видят перед собой цветок, они, значит, стараются с ним спариться. Вот. Когда они понимают, что это не самка, собственно говоря, уже поздно, они все в пыльце перелетают на другое растение орхидных, на другой цветок орхидных. Вот. То есть вот такие вот существуют даже обманы среди растений. А что же касается... То есть это цветки, например, опыляемые пчелами, осами и шмелями. А еще у этих цветков присутствует так называемая посадочная площадка, куда, в общем-то, садится пчела, оса или шмель, ну, это как в виде такой губы. Вот. И цветки могут быть опылены чешуей, крылыми, бабочками, да. Ну, в таком случае эти цветки тоже они ярко окрашены, правда, без посадочной такой площадочки. Но нектарники располагаются достаточно глубоко, да, ну, как раз туда может проникнуть хоботок непосредственно бабочки. Вот. Также есть специфика, например, цветки, опыляемые рукокрылыми, то есть летучими мышами. Они, как правило, крупные, как правило, они окрашены в белый цвет, то есть... То есть здесь уже целенаправленный, скажем так, симбиоз, то есть непосредственно для летучих мышей, то есть уже другой опылитель у таких растений вряд ли будет. Они открываются, в общем-то, открываются они уже в сумерках. То есть в нем, как правило, они закрыты, а открываются в сумерках, как раз когда начинают свою активность летучие мыши. Вот. И цветки, как правило, крупные, они выставляются из общего соцветия и непосредственно открываются и, в общем-то, имеют большое количество нектара в данном случае и спускают определенный запах. Ну, содержит большое количество нектара, это обязательно. Вот. То есть вот такие бывают цветки и приспособление цветков непосредственно к опылителям. Да, действительно, очень много приспособлений. Не зря цветковые. Сам цветок дал название непосредственно. Причем, значит, не обязательно запах, который спускает цветы, он является приятным. Например, есть цветки, которые, растения, которые опыляются, цветки, которых опыляются мухами, в таком случае они издают запах, например, гниющего мяса. Как это делает Рафлезе Арнольди, всем известный цветок. В принципе, можно, если обратить внимание, то цветковые очень достаточно хорошо освоили фактически все уголки суши, и они представлены самыми разными экологическими жизненными формулами. От трав до кустарников и деревьев. Да, то есть если мы, допустим, когда мы с вами говорили о голосеменных, то есть у них появилось семя, то есть большой прогресс. Но у них, кроме деревянистых, травянистых форм нет. У них только имеются либо деревья, либо кустарники. То есть это им, опять-таки, не позволило так распространиться, как цветковым растениям. То есть у цветковых, в отличие от голосеменных, присутствуют все жизненные формы экологические. Так, ну что еще характерно? Ну, опять-таки, что касается семизачатки защищены тканью завязи. Они лежат открыто, как у голосеменных. Женский гометофит представлен особой структурой зародышевым мешком. То есть в отличие от голых семенных, у них семизачаток защищен завязи, а не лежит открыто. То есть это тоже, в общем-то, большой прогресс. Значит, что характерно дальше для покрытосеменной? Характерно двойное оплодотворение, при котором один спермия сливается непосредственно с яйцеклеткой, из которой потом будет формироваться зародыш. А второй сливается непосредственно со вторичной клеткой, из которой будет потом формироваться запасная питательная ткань, которая носит название эндосперм. Которая нужна будет зародышу при прорастании. Так, ну, еще раз хочу сказать, что запасная питательная ткань, она имеет триплоидный набор хромосом и формируется уже после оплодотворения. Потом, что касается древесины. Древесина у цветковых растений гетерогенна. Она состоит из трахеид, сосудов или трахеи. Механические элементы, также они различны, механических элементов и различного типа паренхена. То есть, вот такое вот разнообразие, что не встречается у голосеменных. Да, отличия существенные. Ну, а вот покрытосеменные, вот мы уже говорили, да, в начале лекции о том, что они делятся на двудольные и однодольные. Вообще существенны ли различия? Да, между ними, безусловно, есть отличия. Как раз по поводу этих отличий хотелось бы сейчас что-нибудь сказать, поговорить. Итак, здесь представлены на этом слайде как раз отличия двудольных от однодольных растений. Класс двудольные, класс однодольные. Значит, первое, чем они отличаются, это зародышем. Зародыш обычно с двумя семидолями и зародыш обычно с одной семидолью. То есть, получается у нас как раз название двудольные, две семидоли, однодольные, одна семидоли. Так, следующее. Так, в классе двудольных листья простые и сложные, обычно четко разделены на черешок и пластинку. Листья всегда простые, обычно не разделены четко на черешок и пластинку. То есть, у двудольных более сложное строение листьев получается. Да, то есть листья простые, то есть, понятно, состоят из одного листочка, либо сложенные листья, когда они состоят из множества листочков, да? Вот, и здесь в листе явно видно листовая пластинка и черешок, который прикрепляется непосредственно к стеблю. Здесь, видите, нет разделения четко на черешок и листовую пластинку. Так, значит, желкование листьев обычно перистое или пальчатое. Желкование листьев обычно параллельное или дуговидное. Вот как раз по желкованию листьев мы сразу можем отличить однодольную от двудольных растений. У однодольных листьев мы сразу видим, что желкование такое параллельное или дуговое. А если такая сеточка, это значит двудольная. Ну, наверное, можно еще, мы говорим, вот двудольная, однодольная. Двудольная, это, например, роза, да? А однодольные, например, тюльпаны и злаки. Да, да, вот, например, просто приходит сразу в голову тюльпаны, лилии, злаки. Все злаки – это однодольные растения, соки в том числе, орхидные. Характерен вторичный рост стебля. К амби в осевых органах и вторичный рост отсутствует. Что здесь, о чем это может нам говорить? Он говорит о том, что у двудольных имеется древесная форма. Здесь древесных форм нет, так как отсутствует вторичный рост. Класс двудольный – корневая система стержневая, и в классе однодольных корневая система мочковатая. Но в стержневой корневой системе мы сразу видим корень. А то есть главный корень явно выражен. А у мочковатой корневой системы нет главного корня, он теряется в системе предаточных корней. То есть нам трудно понять, какой корень, в принципе, ключевой, а там все примерно играют одинаковую роль. Так, и как раз что касается цветка. Класс двудольный. Цветки чаще всего пяти- или четырехчленные, цветки чаще всего трехчленные, и очень редко двух- или четырехчленные. То есть здесь вот непосредственно в самих цветках, в строении цветка, тоже есть разница между однодольными и двудольными растениями. То есть мы непосредственно даже по строению цветка можем отнести, к какому классу относится данное растение. Так, ну здесь идет уже специфика. В двудольных оболочка пыльцевых зерен преимущественно трехборозная, оболочка пыльцевых зерен преимущественно одноборозная. То есть если вы посмотрите пыльцу непосредственно в электронный микроскоп, вы можете по количеству борозд увидеть какой это класс. То есть у класса однодольных это одна борозда, у двудольных это три борозды. Так, значит, что касается способов опыления. Итак, класс двудольный, разные способы опыления. И класс однодольный обычно опыляется ветром. Опять-таки обычно опыляется ветром, потому что, как мы с вами говорили, например, охидея, это, в общем-то, опыление идет в основном насекомыми. То есть есть исключения. Да, причем здесь, как мы видим, разные способы опыления. Потому что те способы, которые я говорила, это, конечно, в основном относятся к двудольным растениям. Ну, если разделить классы на подклассы, то есть и двудольные разделить на подклассы, и однодольные, то по количеству подклассов у нас более многообразными окажутся непосредственно двудольные. Ну, и охарактеризуем каждый из подклассов. Начнем мы с подкласса магнолевые. Данный подкласс включает 18 порядков и примерно 10 тысяч видов. А вообще магнолевые – это достаточно примитивные цветковые растения. И если мы посмотрим на их жизненные формы, то это будут в основном деревья. Ну, вот один из примеров как раз магнолевых лавр. Ну, прежде чем о нем сказать, можно сказать следующее, что из всех подклассов все-таки можно считать, что магнолевые наиболее примитивны. И можно сказать, что вот первые цветковые растения, от которых, ну, это тоже теория, безусловно, на 100% мы сказать это не можем, но считается, что от магнолевых произошли и непосредственно другие подклассы двудольных. И первые примитивные цветковые также были магнолевыми. Ну, вот здесь представлен лавр. Вот, в принципе, лавр у нас считается достаточно такой известной культурой, которая широко используется и как источник эфирных масел, то есть он обладает бактерицидными свойствами. В субтропиках даже образуются лавровые леса. Да, еще кроме этого он содержит различные эфирные масла, которые, в общем-то, применяются. То есть, в принципе, можно сказать, что лавр у нас используется в качестве бактерицидного средства, широко используется в приправах. Ну, и, в принципе, сейчас, если мы говорим непосредственно про наши умеренные широты, то у нас лавр широко культивируется как комнатное растение. Он, в принципе, не очень требователен к комнатным условиям, хотя вот все-таки он неустойчив к некоторым вредителям. Ну, еще один представитель данного семейства, данного подкласса магнолия, которая непосредственно и дала название всему подклассу. Ну, сама магнолия, только один вид ее встречается в нашей стране. Ну, естественно, дикорастущий вид я имею в виду. А вообще магнолия, ну, вы видели, какие у нее красивые цветки. А цветки непосредственно магнолии, они приспособлены к опылению жуками. И жуки непосредственно проникают в нераскрывшийся бутон. Сама магнолия широко используется как декоративное растение. Ее используют для украшений садов, парков. Также магнолия сейчас используется и как лекарственное растение. Препараты из магнолии используются при гипертонии. Ну, а вообще, если мы обратим внимание на магнолиевые и посмотрим, в каких жизненных формах вообще, как они представлены на планете, то мы уже сказали, что это в основном деревья. Однако есть определенные исключения у магнолиевых. Некоторые семейства этого подкласса очень неплохо себя чувствуют в качестве водных растений. Например, та же кувшинка белая, она, например, обитает непосредственно либо в стоячих водоемах в Новозерах, либо где скорость течения очень небольшая. Да, и считается, что магнолиевы достаточно примитивное строение цветка. Ну, вот еще также можно сказать, что магнолиевы, они выполняют роль не только продуцентов, Ну, и некоторые насекомоядные растения, тот же самый непентес, тоже относятся к этому подклассу. То есть, они также могут выполнять роль непосредственно консументов. Ну, с небольшой... То есть, растения-хищники. Да, с небольшой натяжкой, но все-таки мы это можем сказать. Угу. Ну, вот это был первый подкласс, самый примитивный из всех подклассов. Следующий подкласс – это подкласс лютиковые. Данный подкласс включает в себя 4 порядка и около 4000 видов. В отличие от магнолиевых, здесь доминируют травянистые виды с высокоразвитой проводящей системой и бессосудистые формы у, в отличие опять-таки от магнолиевых, отсутствуют. Ну, надо сказать, что по строению цветка, они, конечно, не более сложные строения. Они состоят из пяти чашелистиков, пяти лепестков. Тычинок и пестиков у них много. И плоды так называемой листовки в основном, лютиковых. То есть, в первую очередь, когда описывается непосредственно любое семейство, в первую очередь описывается цветок. Так как цветок в пределах семейства подвержен меньшей изменчивости. Может изменяться, допустим, травянистые, либо деревянистые растения. Но цветок остается в пределах семейства однотипного строения. Ну вот, в качестве примеров можно показать, например, барбарис. Вы видите, какие у него достаточно декоративные ягоды. Ну, еще можно показать еще одну картинку барбариса. Ну, а вообще, барбарис – это листопадные или вечно зеленые колючие кустарники с простыми, очередными, иногда кожистыми листьями. Колючки собой представляют видоизмененные листья, ну, от которых иногда остается только средняя жилка, которая и становится колючкой. А в пазухах такого листа развиваются укороченные побеги, и поэтому листья у нас непосредственно сидят пучками. Ну, а вообще о барбарисе можно сказать, что он достаточно, во-первых, высоко декоративен. То есть, особенно он красив, например, в осеннее время, когда начинают еще оставшиеся ягоды, и начинают листья желтеть и краснеть. Безусловно, декоративные качества этого растения очень высоки. То есть, и барбарис, в принципе, можно даже выращивать и в городских парках, потому что он все-таки относительно устойчив в некоторые сорта барбариса, они относительно устойчивы к городским условиям. То есть, использовать его в качестве источника городского озеленения. Но потом он, опять-таки, является лекарственным растением, поэтому его употребляют как лекарственный препарат. Да, его используют, во-первых, для лечения заболеваний печени. В нем есть алкалоиды, которые как раз оказывают положительное действие. Ну и вообще, вот, среди лекарственных растений, вот если мы возьмем, которые используются для лечения печени, он занимает одно из ведущих мест. Ну и также, и ягоды его тоже используются, в принципе, как и витаминное средство. То есть, из них тоже готовят различные, в том числе и сладости. Вот, то есть, он достаточно широко применим. Ну, а вот само название лютиковые. Ну, произошло непосредственно лютика. Такого вот классического представителя этого семейства. Так, он здесь у нас показан. Лютик ползучий. Мы тут посмотрим на строение его цветка, что цветок типичный для всех лютиков, да? То есть, видим, состоит из пяти непосредственно лепестков, как мы здесь можем посчитать. Чашелистики, к сожалению, здесь не показаны. Да, и, как мы видим здесь, и тычинок, и пестиков, их здесь, в общем-то, множество. То есть, вот характерный такой цветок, как мы видим, здесь представлен лютика ползучего. Как раз он и непосредственно и дал название. Да, он назвал целому подклассу. То есть, интересно. Ну, кроме лютика, можно еще сказать, что очень высокими декоративными качествами у нас обладают и пионы. Причем, раньше некоторые виды пионов в России даже использовали в качестве приправ. Вот, а плоды использовались как заменитель чая. Ну, и сейчас, например, марьин корень используется как лекарственное растение. Причем его, ну, все-таки это слабоядовитое растение. И когда его принимают внутрь непосредственно сам порошок, нужно это делать очень, во-первых, в маленьких количествах и осторожно. А так, марьин корень, например, одно из сильнейших среди лекарственных растений по лечению, например, онкологических заболеваний, и в том числе и для профилактики онкологии. Так как там содержится очень большой, сложный химический состав у этого растения, до конца еще не изученный. Но, тем не менее, все-таки вот он слабоядовитое растение. И также можно отметить, что это, например, пион, он, марин корень, я опять-таки имею в виду, он обладает очень сильным успокаивающим действием, причем значительно более сильным, чем валерьяна. И его также еще используют при бессоннице. Он считается одной из самых эффективных лекарственных растений при лечении данного недуга. Ну, а сам пион, он очень декоративен, и некоторые виды пионов могут вообще цвести вообще до 50-100 лет, если существуют даже и такие сорта. То есть пион, безусловно, ценнейшее декоративное растение. Ну, а следующий подкласс, о котором нам хотелось бы рассказать, это подкласс гвоздичные. Гвоздичные включают в себя три порядка и примерно 11,5 тысяч видов. В основном преобладают травы и полукустарники с хорошо развитой проводящей системой. Ну, название гвоздичные, безусловно, семейство достаточно широко распространенное. И мы говорили о том, что здесь, в данном случае, это в основном травы и полукустарники. То есть в форме деревьев практически гвоздичные не встречаются. Вот хотелось бы обратить внимание, что и даже подклассы, все они специализированы, многие по непосредственно жизненным формам. Какими представлены виды данного подкласса? Ну, вот один из... Представители, да? Звичатка средняя. Живет она у нас во влажных местах. Тоже является типичным представителем подкласса гвоздичных. Ну, а вот это не мокрица? Мокрица, да, это как раз и есть мокрица. То есть это, в принципе, широко распространенный, скажем так, сорняк. Причем некоторые, насколько я знаю, даже его используют в качестве там салатов, да, компонентов. Да. Ну, и само слово «звичатка», оно, наверное, говорит о том, что растение также используется для лечения различных заболеваний глаз. Ну, а непосредственно гвоздичные, то есть название этому подклассу дало всем нам широко известное растение «гвоздика». Так, ну, вот она здесь представлена, да? Вот она перед вами. Ну, название непосредственно «гвоздика» происходит от греческих слов «ди», означающего «зевс», и «антас цветок». То есть получается, что мы можем перевести гвоздику как «цветок зевса» или «божественный цветок». Ну, вообще, гвоздика, как раз трактовка, откуда произошло это название, достаточно разные трактовки, и в каждой стране они своеобразны. Хочется вообще сказать, что вот у нас четыре ведущих цветочных культуры в мире, и вот гвоздика одна из четырех. То есть она широко выращивается как ценнейшее декоративное растение, и формы гвоздик самые разнообразные. Сейчас выведены сотни форм с различной цветовой гаммой, различные непосредственно и по росту. Ну, с помощью селекции, обыкновенной селекции, выведены различные формы гвоздики. И поэтому гвоздика, она широко используется даже и в городе, то есть есть низкорослые гвоздики, в принципе, иногда даже сложно и установить, сказать, что действительно это растение является гвоздикой. Настолько разнообразны ее различные сорта. Ну, а если мы перейдем к истории непосредственно гвоздики, то согласно древнегреческому преданию, гвоздики обязаны своим происхождением непосредственно гневу богини охоты Артемиды. Она возвращалась после неудачного дня, охота как раз была крайне неудачная, и она увидела, что пастушка, который играл на свиреле, и она его обвинила в том, что он непосредственно распугал всю дичь. Поэтому в ярости она вырвала у него глаза, потом они стали ее немножко раздражать, эти глаза, постоянно лежавшие у нее под рукой, и она их выкинула на землю, и таким образом из этих глаз выросли непосредственно гвоздики. И следует сказать, что как раз некоторые гвоздики своим рисунком напоминают совершенное злодеяние. Потому что мы можем наблюдать у некоторых гвоздик в центре непосредственно похожее на зрачок пятно. То есть вот такая красивая история о, скажем так... О гвоздике. О гвоздике, абсолютно верно. Вот, ну и сам даже Карл Линей тоже именовал гвоздику как божественный цветок, и в Древней Греции тоже этот термин широко употреблялся. Ну, а вот непосредственно само слово гвоздика, которое употребляется в нашей стране, оно произошло непосредственно из Германии. Когда в свое время была открыта пряность гвоздика, немцы посчитали, что как раз сама гвоздика по запаху чем-то напоминает эту пряность. Именно отсюда и произошло название гвоздика. То есть за сходством с ароматом непосредственно гвоздики. Вот. И затем это определение перешло из немецкого в польский язык, а из польского в русский. То есть, как мы видим, гвоздика достаточно такая широко распространенная, очень популярное декоративное растение, которое широко используется и в озеленении городов, и непосредственно в озеленении различных приусадебных участков, и как ценное декоративное растение. Ну, следующее. Вот мы сейчас поговорили о трех подклассах, ну и обратили внимание о том, что все-таки все они отличаются существенно. С одной стороны, это по экологическим формам, по жизням. В первую очередь, они отличаются друг от друга по строению цветка. Потому что, еще раз говорю, что когда описывается семейство или подкласс, то в первую очередь описывается строение цветка. Так как наиболее неизменяемый орган. Потом они могут быть травянистые, как мы здесь смотрели с вами, да? Древянистые. Ну и вот следует отметить, что вот если мы говорили о том, что самые примитивные, как раз магнолиевые, они освоили сразу несколько мест обитания, то вот последнее семейство, оно в основном все-таки встречается, в основном, скажем, на суше, господствует. Также хотелось бы отметить, что когда мы говорим о классификации, то в каждом подклассе у нас различаются разные семейства. Причем некоторые семейства тоже могут... Носит название подкласса. Да, во-первых, носит название подкласса. И как раз гвоздика образует не только подкласс, но и достаточно существенное по размеру семейство. Семейство гвоздичное. И семейство, в принципе, по некоторым классификациям даже вот выделяют не подкласс, а вообще рассказывают о каждом семействе по отдельности. Но если бы мы начали рассказывать о каждом семействе, это бы заняло у нас достаточно большое количество времени. И семейства, они являются более мелкой единицей, ну а затем идут, естественно, роды и виды. Роды и виды. Ну что ж, время нашей лекции истекло. До свидания. До свидания.